В мире очень много негативных вещей. Происходит очень много ужасных вещей по всему миру постоянно. Нужно решить очень много проблем. Есть очень много неприятных вещей, которые пытаются вытянуть себя на дно. Но жизнь не может быть лишь решения одной неприятной проблемы за другой. Так не может быть. Должны быть те вещи, которые вдохновляют тебя. Которые заставляют с радостью просыпаться утром и быть частью этого мира. Вот почему мы это сделали. Циолковский, русский ученый, основоположник теоретической космонавтики, сказал. Земля — колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Пришло время двигаться дальше. Стать цивилизацией, которая путешествует звездами, колонизирует другие планеты, расширять масштабы и границы человеческого сознания. Меня невероятно это вдохновляет. Я счастлив, что жив из-за этого. Надеюсь, вы чувствуете то же самое. Когда я был молод, я не знал, чем буду заниматься, когда стану старше. Люди продолжали спрашивать меня. И в конце концов я понял, что будет очень круто изобретать что-то. Я подумал так, потому что прочитал цитату из Часовой Диссей, которая говорила, что «достаточно развитые технологии неотличимы от магии». И это действительно так. Если вы вернётесь, скажем, на 300 лет в прошлое, за те вещи, которые мы принимаем как должное сегодня, вас бы сожгли на костре. Например, иметь возможность летать, видеть на большие дистанции, общаться и иметь доступ ко всей информации мира мгновенно, почти из любой точки планеты. Это всё то, что действительно было бы магией. То, что считали бы магией в прошлом. На самом деле, я думаю, что всё даже лучше. Потому что есть много вещей, которые мы принимаем как должное сегодня, которых никто раньше не мог даже вообразить. Они даже не были в сфере магии. Так что технологии даже превзошли ожидания. И я подумал, если я могу сделать что-то из этого, если я могу развивать технологии, то это будет как магия, и это будет очень круто. У меня всегда было что-то вроде лёгкого экзистенциального кризиса, потому что я пытался понять, что всё это значит, какой смысл вещей. И я пришёл к выводу, что если мы можем развивать знания мира, если мы можем делать то, что расширяет границы и масштабы сознания, тогда мы сможем лучше задавать правильные вопросы и становиться более просвещенными. И это на самом деле единственный путь вперёд. Мой друг хорошо сказал о том, что значит создавать компанию. Пытаться построить компанию и сделать её успешной, это всё равно, что есть стекло и пялиться в бездну. Это захватывающее первые несколько месяцев, но потом наступает сыровая реальность. Всё происходит не так хорошо, как ты планировал. Нет клиентов, технологии или продукт не работают настолько хорошо, как ты думал. И иногда всё может стать даже хуже из-за экономического спада. И может быть очень больно несколько лет. Я советую тем, кто основывает компанию, научиться переносить много боли. Когда что-то для тебя достаточно важно, ты делаешь это, даже если у тебя мало шансов. Через четыре года после основания SpaceX запустила свою первую ракету. Беспилотный Falcon 1. Но первых три тестовых полёта не достигли орбиты. Центр контроля запусков передаёт, что случилась какая-то аномалия. Когда у тебя была эта третья неудача подряд? Думала ли ты, «Ну всё, нужно завязывать». Никогда. Почему нет? Я никогда не сдаюсь. Когда критики говорят, что ты не можешь этого сделать, твой ответ, «Мы уже это делали». Но недостаток опыта SpaceX волнует некоторых легенд НАСА, таких как астронавты миссии Аполлон Нил Армстронг и Юджин Сёрнон. Они заявили Конгрессу, что желание администрации Обамы коммерциализировать космос может быть опасным, и в конце концов, деньги налогоплательщиков будут выброшены на ветер. Пришло время отменить обещания администрации этой посредственности. Знаешь ли ты, что есть герои Америки, которым не нравится эта идея? Нил Армстронг, Юджин Сёрнон оба выступили против космических коммерческих полётов в таком виде, в котором ты их развиваешь. И мне интересно, что ты думаешь об этом? Мне было очень грустно это видеть, потому что эти люди, эти люди мои герои. Поэтому это очень трудно. Я бы хотел, чтобы они как-нибудь зашли к нам и увидели, как тяжело мы работаем. И я думаю, это бы изменило их мнение. Они вдохновили тебя делать это, не так ли? Да. И видеть, как они бросают камни в твою сторону, это трудно. Ожидал ли ты, что они тебя поддержат? Надеялся на это. Что ты пытаешься им доказать? Я пытаюсь кардинально изменить полёты в космос и помочь сделать их доступными почти для каждого. И я надеюсь на столько поддержки в этом направлении, сколько мы только можем получить. Президент Обама показал свою поддержку, когда он посетил место запуска SpaceX как раз до первого тестового старта Falcon 1. Веришь ли ты, что твоя ракета будет следующей американской ракетой, на которой астронавт полетит в космос? Я верю, что, скорее всего, так и будет. Да. Первое. В зависимости от того, насколько успешен ты хочешь быть, и особенно если ты основываешь компанию, ты должен работать очень тяжело. Что это значит, спросишь ты. Когда я и мой брат основывали нашу первую компанию, вместо того, чтобы снимать жильё, мы просто арендовали небольшой офис и спали на диване. Мы принимали душ в юношеской христианской ассоциации, и мы были настолько замотивированы, что нам хватало одного компьютера. Вебсайт работал днём, а я программировал ночью. Семь дней в неделю всё время. У меня недолго была девушка в тот период, и чтобы быть со мной, она должна была спать в офисе. Поэтому работать тяжело каждую секунду, особенно если ты создаёшь компанию. Если ты просто посчитаешь, скажем, кто-то работает 50 часов, а ты работаешь по 100 часов, за год ты сделаешь в два раза больше, чем другая компания. Второе. Если ты создаёшь компанию, или если ты присоединяешься к компании, самое главное – это собрать правильных людей. Поэтому либо присоединись к потрясающей группе людей, которых ты уважаешь, или, если ты строишь компанию, собери правильных людей. По сути, компания – это группа людей, которые собрались вместе, чтобы создать продукт или сервис. И в зависимости от того, насколько талантлива и трудолюбива эта группа, и от степени того, насколько эта группа сфокусирована и сплочена в правильном направлении, и будет зависеть успех компании. Поэтому делай всё, что можешь, чтобы собрать правильных людей. Третье. Сфокусируйся на сигнале, а не на шуме. Много компаний не понимают этого. Они тратят деньги на то, что не делают продукт лучше. К примеру, в Тесле мы никогда не тратили денег на рекламу. Мы вкладывали все деньги в исследования и развитие, в производство и дизайн, пытаясь сделать машину как можно лучше. И я думаю, что это правильный путь. Любая компания должна думать о том, делают ли все приложенные усилия её продукт или сервис лучше. Если нет, то нужно прекратить эти усилия. Пока люди остаются очень сфокусированы на том, чтобы создать лучший продукт или сервис, который действительно удовлетворяет клиента, если они остаются сфокусированы на этом, по сути, если ты сможешь сделать так, чтобы твои клиенты хотели, чтобы ты стал успешным, тогда ты, вероятно, станешь успешным. Если твои клиенты любят тебя, твои шансы на успех намного выше. Не нужно слепо идти за трендом. Возможно, ты уже слышал это. Я говорил, что хорошо думать по принципу физики, по первым принципам. Вместо того, чтобы думать по аналогии, ты сводишь всё к самой фундаментальной правде, которую только можно представить, и мыслишь, исходя из этого. И это хороший способ понять, имеет ли что-то смысл, или это просто что-то, что делают все остальные. Так сложно думать. Нельзя думать так обо всём. Это требует много усилий. Но если ты пытаешься сделать что-то новое, это лучший способ мыслить. Эта система была разработана физиками, чтобы понимать контринтуитивные вещи, такие, как квантовая механика. Поэтому это действительно мощный инструмент. И последнее, что я хочу побудить вас делать, сейчас время идти на риск. У вас нет детей, ваши обязательства... У вас, наверное, нет детей. Но по мере того, как вы становитесь старше, у вас появляется всё больше обязательств. И когда у тебя есть семья, ты начинаешь рисковать не только чем-то своим, но и тем, что есть у твоей семьи. Становится гораздо труднее делать то, что может не получиться. Поэтому сейчас именно то время. Перед тем, как у вас появятся эти обязательства. Поэтому я призываю вас идти на риск сейчас и делать что-то смелое. вы не пожалеете об этом. Совет, если ты хочешь прогрессировать. Я думаю, что лучшая аналитическая система для понимания будущего – это физика. я советую изучать мыслительный процесс вокруг физики. Не уравнения, хотя они, безусловно, полезны. Но способ мышления в физике – это лучшая система для понимания вещей, которые контринтуитивны. И всегда занимай позицию, что ты в какой-то мере ошибаешься. И твоя цель – ошибаться немного меньше со временем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok